В индустриальном районе женщина избила сумочкой водителя, который сбил её ребёнка. Вместо действия территория, прилегающая к магазину. Десятилетний мальчик шёл за руку с младшим братом и мамой. Возвращался домой из школы. Но полицейским пришлось довольствоваться лишь объяснениями 26-летнего шофёра. Семья, которая могла бы выступить в качестве пострадавшей стороны, оставаться на месте не пожелала. Выплеснув весь свой гнев на автолюбителя, женщина забрала детей и куда-то ушла. Я просто не успел. Я же не могу прям резко остановиться. Я открыл её, прям с очень маленькой скоростью. Я на тормоз нажимаю, у меня машина качнулась, и он вот здесь уже был. Он просто вышел, у него так вот... Вот где, прям вот здесь, покажите. Он вот так вот, они за руки держались. Получается, стоит машина. Ты видишь, мама держала ребёнка, и я потокула. Объяснения водителя не были голословными. Момент наезда попал в объектив камеры видеонаблюдения цветочного салона. События разворачиваются стремительно. В кадре появляется водитель внедорожника. Ему нужно проехать к переулку Иртышскому. С другой стороны идёт мать с двумя детьми. Старший мальчик бросается вперёд, ударяется о кузов автомобиля и падает на землю. Мать тут же бросается в атаку. Пакетом она бьёт по стеклу Митсубиши, а как только водитель выходит, достаётся и ему. Ещё несколько минут женщина остаётся на месте, о чём-то беседует с очевидцами. Водитель в это время набирает номер полицейских и врачей. Но приехавшая бригада пострадавшего ребёнка на месте уже не застаёт. Не появились мать и мальчик и позже. Посмотрев запись, инспекторы пришли к выводу, что виноват всё-таки водитель. По прилегающей территории разрешено передвигаться и водителям, и пешеходам. Однако преимущество не на стороне автомобилистов. Материалы полицейские передали дознавателям. И в случае, если женщина так и не решит обратиться к полицейским, дело будет закрыто. С места происшествия Полина Хромцова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.